Я не хотел бы обсуждать, я их внес в повестку дня, чтобы доложить в следующую ситуацию. В своем интервью после назначения журнала «64» Олег Владимирович сказал, что в прошлом году, что основной задачей – это поиск регионов и хихиатурных спонсоров. То есть это, например, что понятно было всем, мы берем Свердбан, который представлен в каждом регионе страны, и он становится спонсором не только «Шефер», не только тех турниров, которые работают в чемпионат России и «Бумбар». Он становится спонсором каждой региональной федерации, или «Газпром», или «ФСК». Много компаний, которые представлены, «Почта России», условно говоря, которые представлены практически по всей стране. Вот для того, чтобы это сделать, а это как бы спасение и развитие для шахмат раз и навсегда, чтобы эту станическую работу проделать по повлечению такого спонсора, нам необходимо показать этим спонсорам, что с нами работают не только выгодно политически, но еще и выгодно по бизнесу, называется. Вот для этого нам просто необходимо, чтобы нам учат организаторы и Кубка России, и гран-при по выставам шахматов, и высшие клики, и всего на свете оказывали всемирную в этом плане поддержку. Тогда те разговоры, которые мы сейчас вместе с Артем Владимировичем ведем с руководителями этих компаний, они будут оправданы и подтверждены данными, фактами и так далее. Поэтому для меня просто просьба более ответственно тоже принести до организаторов этих турниров, более ответственно относиться к рекламе тех спонсоров, которые мы, собственно, на эти турниры организуем. Я еще на секунду просто повторю, на всякий случай, что нам нужно не просто размещение рекламы, нам нужен отчет о размещении этой рекламы. Потому что часть федерации кое-что сделали, но, еще раз говорю, ни от кого, ни фотографий, ни справок, ни чек-по. Ну, все. Конкретный вопрос. 15-й вопрос. Повестки Шаховной футболы 2012. Будешь, Женя, раз так вот это? Я просто хочу сказать, что это важнейший вопрос, который у нас выпустил. Я его тоже внес, они его внесли в правление в повестку дня для того, чтобы утвердиться в приоритетах работы на ближайшие годы. Наверное, это самый главный материально-технический момент, которого нам не хватает. У нас очень мало полноценно функционирующих в клубах регионов. В связи с этим, у меня еще просьба, мы пытались собрать информацию по всем федеральным округам, по наличию клубов в региональных центрах. Информацию удалось собрать процентов 20, наверное. Пожалуйста, попросите руководителей ваших региональных федераций прислать нам данные. Коротко и ясно, на одну страницу, в каком городе, сколько есть клубов, сколько там занимается детей, площадь клуба и форма собственности. Аренда, бессрочная аренда, безвозмездная аренда, или это просто школа шахматная, которая арендует ей виден местным спортом, спорта лифетом. Вот эта информация нам необходима для того, чтобы ввести заговоры на федеральном уровне. Вот, собственно, да. Ну, я только действительно добавлю о том, что все мы вот, мы даже сегодня услышали, что это важнейший вопрос, развитие клубной системы в России. Ее развивать очень сложно, потому что у нас система не такая, как Европа. Потому что у нас детский шахмат, в основном обучение происходит детская юношка и спортивная школа. А как я понимаю, клубы это некое такое все-таки здание, должно быть, как, в общем-то, макивая на запад, где утром дети занимаются, а вечером кушают шахматную жизнь в городе, где проходят и турниры взрослых, и прекрасная интернет-связь, чтобы можно было там на большом экране смотреть партии супер-турниров, которые проходят один за другим. Ну, то есть это должно быть некое современное такое здание с современным набором услуг. Я думаю, что в этом плане мы очень пока отстаем, там, или у нас не хватает, потому что даже там лучшие клубы в городах, они наверняка еще не оборудованы тем, чем они должны быть оборудованы. Я уже не говорю о том, что здесь клубов как зданий у нас очень мало в стране, которые функционировали в том виде, вот в котором мы написали здесь, как мы представляем, в идеале это должно быть. И речь идет о том, чтобы по всей стране, во-первых, клубы как здания получить, организовать нормальную работу и связать между собой цепочкой связи, чтобы эти клубы в пределах обруга, в пределах региона были в контакте. И тогда там и шахтовый клуб, командование шахтового клуба, оно будет более смысленно, чем сейчас, когда губернатор дает деньги на одно-два соревнования, и это, собственно, клубом-то называют нельзя это команды, которые сейчас у нас выступают на объектов с клубов и субъектов федерации. Ну да, то есть некий прообраз американского опыта, когда у них, например, есть взрослые команды, профессиональные в разных эспортах, бейсбол, американский футбол, хоккей, а детских и юношких команд их просто нет. Они существуют только у них на базе вузов. Только на базе. То есть вот университет и он организует эти команды. Первошкольные соревнования, потом университет. Вот здесь я почему-то говорю, что нам надо сделать, чтобы первенство среди клубов было среди реальных клубов, где занимаются не просто, когда берут грозмейстеров с частью уровня, у нас потом идет соревнование между грозмейстерами. То есть у нас клубный чемпионат, это же не борьба регионов. А мне кажется, интересные люди будут, когда они будут отбираться в клубный верфь и представлять свой регион, и таким образом борьба будет, она будет более, скажем так, осмысленная, чем это есть сейчас. Да.